Всем привет, я Лена, я очень рада видеть вас на своем канале. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно, конечно же, подписывайтесь. И, ребят, не забывайте нажимать на колокольчик. И старые мои зрители, и новые мои зрители, иначе YouTube вам мои видео просто не выдает. Видео сегодняшнее будет о всех моих фрезах. Меня спрашивали о моих предыдущих фрезах, которые я заказывала в Биотейч. Много было вопросов, так как видео о них на канале есть. Спрашивают, какими я в итоге пользуюсь, какими нет. Сегодня все расскажу. Расскажу о каких-то своих дополнительных покупках фрез, какие считаю удачными, какие не очень. Для чего, какую фрезу использую. В общем, не затягивая, давайте начинать. У меня есть две керамические фрезы с синими насечками. Одна в виде кукурузки, но у нее такие не совсем прямые края. Я люблю больше, когда она прям с прямыми ровными краями, чтобы соприкосновение с плоскостью было больше, чем по одной точке касательной. И есть вот такой керамический, как бы опасный барабанчик. Так как у барабанчика не закруглен край, он считается опасным. Но на самом деле я приноровилась работать этой фрезой. И могу даже в труднодоступных местах ей подлезть. Есть свои плюсы в этой фрезе на самом деле. Но если вы опасаетесь и совсем прям новичок, то возьмите вот такую вот безопасную фрезу с закругленным краем, без насечек. Я не знаю, насколько получится показать вам в плане фокуса, но на крае этой фрезы, на вот этой вот острой ее части, как бы на ее конусе, нет насечек, поэтому она безопасная. Она в этом месте гладкая и не может нанести травму. Двумя этими фрезами мне очень удобно снимать материалы, такие как гель-лаковое покрытие и акрилатика. Акрилатик очень мягкий и с ним эти фрезы легко справляются. На самом деле снимаем ими иногда даже гель, который более жесткий в снятии. Но они тоже справляются, не совсем комфортно. Для геля я бы выбрала насечку пожестче, может быть, зеленую, скорее всего. А вот для акрилатика и для гель-лака просто идеальные фрезы. Эта керамика мне служит больше года, я ее обожаю. Заказывала на китайском сайте, если вам интересно, то ссылки, конечно, живут в описании. Еще у меня есть две вот такие вот фрезы. И хочу сказать сразу, что вот эта вот нижняя кукурузка, она оказалась абсолютно бесполезная, просто ничего не снимает. Нужно давить с такой неимоверной силой, чтобы она начинала что-то снимать, материал жесткий. Если начинаешь дольше ходить на одном месте или сильнее надавливать, начинает гореть пластина ногтевая, это никому не нужно. Поэтому я ее не использую, возможно, даже просто выброшу, потому что применение ей вряд ли найдется. А вот эта вот фреза, это прям тяжелая артиллерия. Заказывала я эту фрезу целенаправленно. Я хотела какую-то очень жесткую фрезу, которой можно будет снять акрил. Бывает, что приходит клиент, я не работаю сама с акрилом, но часто приходят люди, у которых на ногтях стоит акрил. Они, например, готовы сделать гель или акрилатик, но акрил-то я им снять чем-то должна. Так вот эта фреза снимает акрил на раз. С ней нужно быть очень-очень аккуратным. И самый главный плюс этой фрезы, то, что у нее насечки в две стороны. То есть при вращении на форварде и на реверсе она будет снимать одинаково хорошо материал. Мне кажется, это будет очень удобно для мастеров, у которых рабочая рука левая. Но я еще и еще раз буду говорить, что это очень-очень-очень опасная фреза. Так что, когда ее возьмете впервые в руки, будьте осторожны. Следующая фреза, это очень знаменитое пламя диаметром 2 и 3 с красной насечкой. Это прям баянистый баян среди мастеров. И я, конечно же, тоже себе эту фрезу приобрела. Знаете ли, осталась довольна. Действительно, она достаточно универсальная. Ей удобно прочистить птеригии под кутикулой. Ей удобно приподнять кутикулу. Я не могу сказать, что ей можно прям вывернуть. Но приподнять можно для обрезного маникюра. Ну, то есть для комбинированного. Сначала приподнимаете кутикулу вот этим вот пламенем. Потом срезаете ножничками. И также прочистите ей сразу же и птеригии. И, конечно, удобно проработать сразу же боковые валики вот этим вот широким пузиком. Тойла эта фреза рублей 150. Так что осталась ей, конечно, очень довольна. С удовольствием храню в своей коллекции. Здесь же вам покажу еще одно свое пламя. Это фреза посередине с синей насечкой. Диаметр этого пламени уже намного меньше. А абразивность, наоборот, немного выше. Ну, если честно присмотреться, то абразивность достаточно разнится. Прям видно, мне кажется, даже на камере это. Бывают очень глубокие валики, где не подходит совершенно пламя широкое, с большим диаметром. Или бывает очень прилипшая кутикула. Тогда с удовольствием использую вот эту вот фрезу с более-менее меньшим диаметром пламя. И рядом вы можете видеть такую вот пульку. Также ее еще, по-моему, называют гранатой, если я не ошибаюсь. Эта фреза как будто бы такое маленькое пламя, да, у нее тоже острый кончик. И стоит, наверное, сказать, что у пламени с меньшим диаметром и синей насечкой очень острый кончик, поэтому с ним надо прям аккуратно. У пламени с красной насечкой кончик тупой. И это предотвращает разные травмы. С помощью пульки очень удобно прочищать глубокие валики. Не очень удобно работать ей под кутикулой, так как можно легко сделать пропил из-за ее толстого пузика. Но, тем не менее, она пригождается. Но вот эта пулька, не могу сказать, что первой необходимости фреза. Есть и хорошо, не было, нашла бы замену. А сейчас я вам показываю фрезы, которые я использую для аппаратного маникюра. То есть это маникюр, который выполнен полностью фрезером, аппаратом, без использования режущих предметов, таких как кусачки, накожницы, ну или еще что-то. Кто-то, может, чего-то еще знает, какой-то инструмент. Давайте начнем сначала. Самая нижняя фреза это фиссура. Это угла с тупым кончиком. И ей я могу проработать под кутикулой, приподнять птериги. Также для этих целей в аппаратном маникюре я могу использовать предыдущие фрезы в виде пламени. Никто мне этого не запретит. Также нижнюю фрезу, которую я называю фиссура, я могу использовать для прочистки под ногтем. Когда я делаю коррекцию моделирования ногтей, то есть создаю искусственный ноготь, приближенный к идеальному, я вычищаю из-под ногтя все ненужное, свой натуральный ноготь, какие-то лишние материалы, например, на вниз растущих ногтях, при помощи керамической фрезы кукурузы. Но совсем близко к гипонихии мне как раз-таки помогает пробраться вот эта вот фиссура с тупым концом. С помощью предыдущей фрезы я чищу птериги и немного приподнимаю кутикулу. Но для того, чтобы вывернуть кутикулу, мне нужна вот такая вот корундовая фреза с тупым концом. Я не знаю, как она правильно называется, может быть, это усеченный конус или как его там назвать, обрезанный конус. В общем, при помощи этой фрезы отлично можно именно вывернуть кутикулу для последующего срезания ее шаром. Я хочу заметить, что это очень-очень важный этап в аппаратном маникюре. Не в комбинированном, а именно в аппаратном маникюре, так как именно вывернутая кутикула легко срезается шаром. Если вы кутикулу хорошо не вывернете, то вряд ли у вас получится работать шаром идеально. Это корундовая фреза. Корунд это камень. Кстати, многие спрашивают, как стерилизовать данную фрезу. Также мы ее дезинфицируем и стерилизуем, как остальные другие, как алмазные, как керамические. Все сначала в раствор, потом промываем и далее стерилизуем при высоких температурах. И знаете, в этот момент мне хочется сделать акцент на том, что все этапы стерилизационной обработки, предстерилизационной дезинфекции для фрез должны быть такими же, как для резущих инструментов. Так как фрезы это боры, а боры это такие же режущие инструменты, соприкасающиеся с эпителием кожи. Они также могут ранить и принимать на себя частички крови человека, поэтому обработка этих инструментов обязательно. Есть такие стерилизаторы, как глазперленовые стерилизаторы. И вот для стерилизации ножничек, пушеров я их не выбираю, так как они не имеют возможности погружать в себя инструмент полностью. А это значит, что стерилизация достаточно сомнительная. Но бывают такие случаи, когда маникюр полностью аппаратный. Я не использую ножнички и мне нет нужды включать сухожар. Для таких моментов я приобрела себе стерилизатор глазперленовый, который отлично подходит для стерилизации именно фрез. Так как они могут погрузиться в эти шарики полностью и абсолютно полностью простерилизоваться. Если я не приемлю глазперленовый стерилизатор для стерилизации режущих предметов, которые имеют длину более 3 см и не могут погрузиться, опять же повторюсь, целиком и полностью в эти горячие шарики, то для обработки фрез я руками и ногами заглосперлен, потому что это удобно и компактно. Свой глазперленовый стерилизатор я заказала из Китая. Это было очень выгодно, это было достаточно быстро. Он пришел мне в течение двух недель. И в комплекте моего стерилизатора было сразу две упаковки глазперленовых шариков. То есть одну я засыпала в аппарат сразу же, а одна у меня осталась про запас. Так как не забывайте о том, что глазперленовые шарики нужно периодически менять, они не вечные. Давайте вернемся к нашему аппаратному маникюру. Далее следующий этап. После того, как мы вывернули кутикулу, необходимо ее срезать. И для этого мне помогают два вот таких шара. Шар с красной насечкой большего диаметра и шар с синей насечкой меньшего. Чаще всего я использую шар с красной насечкой. Мне нравится больше, что у него более большой диаметр. Хотя мелким шаром удобнее куда-то где-то что-то подлезть. Но мелким шаром я на самом деле чаще всего обрабатываю валики огрубевшие. А срезаю кутикулу при помощи красного шара. Но здесь опять же зависит от кутикулы, которую вы сейчас чистите. Более она мягкая, более жесткая. Вы помните, да? Синяя насечка это более абразивный, более жесткий шар. А красная более мягкий. Завершающим этапом в аппаратном маникюре и в гамбинированном маникюре я использую вот такой вот шар. Он большой, корундовый шар. У него диаметр, наверное, полсантиметра, то есть 5 миллиметров. Он действительно большой, как шарик мороженого на ножке. Он в средней жесткости. И он отлично полирует все срезы, которые мы сделали ножничками или при помощи фрез, шара того же самого. Что исключает последующего появления заусенец и махрения кожи. Из алмазных фрез у меня еще имеется вот такой вот цилиндр. Вообще этот цилиндр был с синей насечкой, но после частой дезинфекции и стерилизации кольцо отвалилось. С помощью него можно сделать экспресс маникюр, приподнять, почистить тириги, приподнять кутикулу и краем, острым краем этого цилиндра ее срезать. Я еще не очень научилась этой технике. Я практикуюсь. Не могу сказать, что она моя самая любимая. Но мне кажется, что нет предела совершенства и нужно развиваться, образовываться. Поэтому не считаю эту фрезу какой-то плохой. Последняя фреза на сегодня была также заказана в школе Биотэч. Это их фирменные фрезы. Она тоже из корунда, каменная. К сожалению, я использую ее очень редко. Я не жалею, что она у меня есть обязательно, когда-то она мне пригодится. Но просто вот сейчас я использую ее меньше остальных фрез. Но думаю, что данные фрезы будут идеально подходить для домашнего использования. Для тех, кто боится еще работать с алмазом или с твердосплавом, это идеальные штуки, потому что ими практически невозможно травмировать. Хочу заметить, что снятие материалов я делаю на высоких оборотах, около 30 тысяч, отрывистыми движениями, не особо долго задерживаясь на одном месте. Хотя, в принципе, с керамическими фрезами обычно ничего не жжет. Но тем не менее. Алмазные же фрезы я использую для счищения птеригия чаще всего на пониженных оборотах, около 80 тысяч, для того, чтобы шар или пламя успевали не заполировать, не пригладить ненужные частички, а могли их приподнять. А в случае шара он мог еще успеть и срезать ненужную кутикулу. Корунды я использую на 10-15 тысячах оборотов. А в случае полировки большим шаром в наших срезах я использую около 30 тысяч оборотов. Я показала вам все свои фрезы, я рассказала вам немного о стерилизации. Я понимаю, что это может быть немного утомительным, но это очень-очень важно. Поверьте, важнее этого нет ничего. Лучше не купить дополнительную фрезу, подождать, отложить деньги, накопить. Но стерилизация, дезинфекция, она должна быть. Тем более, вот если вы делаете аппаратный маникюр полностью только фрезами, то можно это достаточно бюджетно сделать в виде гласперленового стерилизатора. А дезинфекторы стоят в районе от 300 до 1000 рублей, ну и выше, наверное. Но можно купить и за 500 рублей хороший дезинфектор. В общем, я опять о своем. Возможно, будет на эту тему отдельное видео. А на сегодня я вас очень не хочу поблагодарить за ваши просмотры, за вашу активность, за ваши комментарии, за ваши лайки, и за ваши даже дизлайки, потому что я так понимаю, что что-то здесь не так. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. Не забывайте нажимать на колокольчик. Это очень важно, иначе YouTube не показывает вам мои видео, просмотры маленькие. Бла-бла, все плохо. В общем, чтобы все было хорошо, не забывайте делать эти манипуляции с колокольчиком, подпиской. Оставляйте свои комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы, если что-то было непонятно, я с удовольствием на них отвечу. Хорошего вам настроения, совсем скоро увидимся в новых видео. Пока!